И вот теперь мы должны быть в эфире, парни. Ура! Всем привет, друзья, GM Box. Сегодня с вами вновь вечером развлекаем вас игрой в Hotline Miami 2, Ронг Нумба, Евгений уже тут бежит, его фамилия Чеботков, моя фамилия Кольбус, имя Михаил, к нам сейчас присоединится Павел Филюшкин, и мы будем рассказывать, что же нового, а что старого присутствует в этой вновь запущенной, вновь запущенной, как это называется? Как называется? По-русски, название игры типа. Ну, не важно. В общем, Hotline Miami 2 вышла, мы очень все его ждали. И надеюсь, что трансляция у нас тоже идет, потому что мы уже пытаемся запустить ее не первый раз. Сегодня вечер биатлона, и сервера поэтому перегружены немножечко, но биатлон биатлоном у нас тут своя стрельба и свои огневые рубежи. Это уже где-то второй или третий уровень, я так понимаю, да? Да. Я на самом деле хотел пошутить на тему того, что наша трансляция оказалась настолько популярной, что все пришли к нам, и все упало. Ну, скорее всего, так и было, потому что я приглашал друзей, создал специальную группу ВКонтакте, всех туда звал, баннеры развесил по району. В общем, поэтому сегодня ажиотаж, ажиотаж вокруг нашей трансляции нескрываемый. Давай, Евгений, поделись своими впечатлениями. Жирную змею, если вы везде. Мой яд пока что никого не может ранить. Хотя, хотя, до этого раунда я дошел самостоятельно, без помощи гуру. Без читов. Без читов, и да. И я думаю, что я сейчас сделаю этих пацанов, потому что я уже высек примерно. Ты понимаешь вообще, что ты делаешь, и зачем, и почему? То есть мотивацию свою понимаешь, как героя? Ну, не совсем. Я просто хочу убить всех. Это уже неплохая мотивация для начала. Особенно, когда ты не можешь из раза в раз пройти один и тот же момент. Я голыми руками сейчас, обратите внимание, голыми руками и своей змеиной мордочкой хочу убрать абсолютно всех. А они тут разоружились, как мрази. Ну, не зря все пишут, и я уже говорил, что хотлайн под цифрой 2 намного хардкорнее первого. И тут уже с самого начала идет челлендж настоящий. Ну, что самое смешное, если посмотреть на рецензии в Hotline Miami 2, многие, ну, по крайней мере, западные критики игрой, не сильно довольны. А чем они недовольны? Они что-то нового ждали, откровений каких-то? Во-первых, да, они ждали что-то нового. Не очень довольны люди сюжетом. Потому что, ну... А вот прям в первой части сюжет был просто Голливуд. Ситуация не в том, какой она, в том, что сюжет вроде как есть, но в этот раз он дробится. В разных местах происходят разные события. Они, конечно, как я думаю, я еще не прошел, я только на втором акте. Как я думаю, они, по идее, должны к концу игры сплестись воедино. Я думаю, что, да. Иначе какой вообще смысл всего этого? Ну да, вот. Но как-то говорят то, что вот сюжет слабоват, новых механик в игре не так много, хотя, сказать по-честному, они здесь не особо нужны. Но при этом здесь появились все равно некоторые новые моменты. Мне, например, понравилось, там есть место, где ты, ну, один из персонажей, за которого ты играешь, это писатель. И вот Жень за него как раз предыдущую миссию прошел. А есть одна миссия, где ты играешь за этого писателя, и он никого не убивает. То есть он пользуется только, ну, огнестельным оружием он вообще не может пользоваться. Он пользуется только там трубы, биты и руками. Тюром, но принципиально? Потому что, да, он никого не убивает. То есть там задание такое, что ты можешь только бить. Вырубаешь, и они там... То есть, в принципе, теоретически даже не знаю, кого убить. А вот так можно делать? Нет, вот так вот ты можешь убить, только добив кого-то. Ну, а, ну, это же не считай. А, ну, чем это обосновано? Я не знаю, честно тебе скажу. Просто вот так. Да. Делывай. Разможив голову лежачему, это норма, это как бы не... Нет, ну, там на самом деле есть даже ачивка такая. То есть пройти вот там этот вот уровень записателя, никого не убив вообще. Нет, ну, это в принципе в любых таких подобных играх некий такой челлендж есть сразу. В той же Dishonored, я помню, давали какие-то награды за отсутствие убийств. Ну, в любых играх, где предполагается прохождение вариативное, а не коридорное, тут всегда есть, я думаю, такие для любителей чистой, так скажем, игры. Не оставлять следов. Тихо, без одной тревоги. Ну, главное, что мы вновь получили то, ради чего пришли. Не стоит забывать, что первый Hotline уже создал вокруг себя некую аудиторию, потому что игра в своем виде уникальна и олицетворяет довольно такой прям существенный сегмент поп-культуры. Тут тебе и музыка из того времени, и графика стилизованная под ретро. И игровой процесс, несмотря на свою условность и как бы тоже заточенность под какие-то старые консольные игры, все равно очень живой и, я бы даже сказал, вполне реалистичный. Особенно, когда ты уже прошел несколько раз уровень, уже просчитал все свои маневры и запомнил расположение врагов, ты уже на раз, два, три с ними разбираешься, и тебе это уже доставляет прям настоящий кайф, как при просмотре хорошего какого-то боевика. Ну, кстати, насчет стилизации под ретро, еще когда первая часть вышла, я сразу сказал, что мне эта игра очень напомнила игру Mission Impossible с NES, ну, у нас с Dendy, соответственно. И вот реально, там тоже такой же вид сверху, ты бегаешь по городу. Да-да-да, и вообще много в свое время на NES было подобных игр, таких как раз платформ. И то, что у нас носило название Super Contra 6, то это было такое же. Ну, знаете, я... Да что, да последний человек меня убил! Так, наконец-то перезвезу с ума компьютера, я могу посмотреть. Ничего не случилось в нашей трансляции. Паша говорил сегодня, что мне эта игра очень напомнила по-моему. Идет, нас показывают, значит, все хорошо. По атмосфере вторую GTA, вот не знаю почему, но... Да, да и первую тоже, в принципе. Ну, опять-таки, мы возвращаемся к виду сверху, к стрельбе. Так она, ну да, а это намного более трешовая игра, чем GTA, даже первая. Там такого ультра-вайланса не было, естественно, потому что, ну, не знаю, даже могли бы и запретить, наверное, в то время подобную игру. Вот, кстати, мне очень нравится, в комментариях, даже пока у нас такие проблемы были, почти на полчаса задержалась трансляция, человек, вот Ник Соколов, писал, я же не пойду игроманию смотреть. Хотя игромания началась. Действительно, да, это очень приятно. Потому что игромания транслирует себя через Twitch. Да. А если бы мы пошли транслировать себя через Twitch, то вы бы, друзья, ничего бы не услышали. Да, потому что у нас гарнитура была бы, не было бы камеры. А так у нас, да, цивильно, красиво, как положено, как привыкли, как умеют. И у нас еще в гостях вот холм. Да, мы забыли представить четвертого соведущего. Это мистер Каняк. Главный герой первого хот-лайна, собственно. Человек, который озвучивал. Если вы играли, то это Дон Хуан, короче, вот, знакомьтесь. Точнее, ну как он, по-русски все-таки будет Дон Жуан. Ну, смотря опять-таки, какой язык брать. Там же разница Х, Ж, это типа португальский, испанский. Там и так, и так бывает. Может быть, ты дашь уже мне попробовать? Нет, сейчас я добью этот раунд и дам вам. Но у меня столько захватывает эта игра, серьезно. Я прям аж теряю нить вообще всего. Ну, потому что действительно очень веселый гейплей. Да, и... И Музон. Главное... Да, Музон, кстати, он сам. Чуть не лучше сам трек. Музон хуже не стал. Среди всех серий. Да, еще мне очень понравилась вот эта новая фишка, когда нажимаешь на паузу, и вот этот эффект... Видеокассеты, да, как будто ты паузу ставишь на видеокассете. Ну, вообще здорово, что они сделали упор, в принципе, во всем геймдизайне на такое подобие старого боевика именно на кассете. Вот как в детстве все любили смотреть, как будто это не видеоигра, а всего-навсего старый такой средненький боевичок. Это причем, ну, не то, что да, это такое вот эксплуатационное кино, вот это вот B-movie с кровищей, там, про русскую мафию. Да, все как нужно. Слушайте, а у вас были, ну, я уверен, что были, любимые боевики вот именно того периода, 90-х? Мне, кстати, вот мне очень нравился «Американский ниндзя», которого там порядка шести частей, но самое лучшее, как мне всегда казалось, это третье. Ну и причем, ну, то есть там было круто, он там на пылесосках лазал по небоскребу. Но Том Круз тоже это делал в «Миссии Импосибли». Да, но «Миссии Импосибли» был позже. Все-таки «Американский ниндзя» он из 80-х. Это вот как раз то, что я в детстве смотрел на видеокассетах еще в этих, как это называется, в видеоклубах. Нет, нет, значит, тогда еще были эти видеоклубы, тогда еще в «Идаксе» не все могли позволить, и можно было сходить там в подвал, в подъезде своего дома, где был эдакий кинотеатр, то есть это значит телевизор с видеомантефоном подключенным. Значит, кто-то привез, и жильцов. Да, 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 и там можно было смотреть это кино за какие-то небольшие деньги. Да, круто. Я вот это уже не достал. Я смотрел дома с кассет всякую, но я любил такие больше, более-менее мейнстримовые, что ли, боевики. Микни в него, микни в него, давай, вот, быстрее. Я очень любил боевики с Джеки Чаном, очень любил с Брюсом Уиллисом различные приключения. С Брюсом Уиллисом, да. Ну и вообще, наверное, один из любимых фильмов детства, это вот «Пятый элемент», например. Да. Или «Крепкий орешек», само собой, первая часть, шикарный фильм. Первая, вторая. Едыка ей, мадефакер. Да, классика. Да, кстати, мы недавно совсем вспоминали вот такой же компанией, точно вспоминали игру к «Die Hard» по мотивам, собственно, первого орешка. «Die Hard на Котоме Плазе», да, была такая. И там были, мне очень нравились там фразы, знаете, как герой говорил, у него было несколько фраз, и он такой, господи, нет, нет, нет. Метни, метни в него, метни. У него было несколько фраз, и я говорю, ты, может, подбери нож и метни этому через окно. А теперь иди обратно ружье возьми. Не, ружье-то пустое, ты будешь ружье метнуть еще. А, да, кстати. Сейчас метну ружье. Это очень весело, метать ружье. Да, только сейчас тебе… Вот, быстрее, быстрее, давай, добивай его. Добивай, добивай. И смотри, автомат выпал. Отлично. Я прямо закрисядил. Знаете, и там были такие фразы. Вот это, он прямо напрашивается. Вот это сейчас прибежит. Да, смотри, сейчас справа. Он говорил, «Хо-хо-хо, I've got a machine gun». Меняй, «бери шатганчик». Еще он говорил постоянно. «Бери шатганчик». Кстати, «Хо-хо-хо, I've got a machine gun», он не говорил, он на трупе оставил записку, на которой написано. Да, но в игре он говорил именно так. Ну, просто я не знаю, потому что в кино-то было не так. Да, да, да. Ну, это скорее плюс, чем минус. Вот, кстати, у нас в комментариях Equals написал, «Как вывелся один мой товарищ, разница между двумя частями Hotline Miami это как разница между Doom 1 и Doom 2». Ну, почти. Ну, да. Но, в принципе, сравнение правильное. То есть, все то же самое, но только больше и круче. Больше, да, круче, лучше, веселее, сложнее опять-таки. Быстрее, быстрее, сваливай. Да и как бы жаловаться на это странно. Ну, а что вы ждали? Я не думаю, что жанр изменится? Вряд ли. Что сеттинг изменится? Опять-таки вряд ли. Это же не Assassin's Creed, чтобы выдумывать новые упопки. Между тем нам пишут, что нас не слышат музыки из игры. Хорошо. Сейчас я это исправлю, подождите. Да, кстати, без этой замечательной музыки ни в коем случае нельзя. Да, музыка здесь, я думаю, здесь 60% от успеха. Ну, где-то так, да. Да почему, почему они... Тут, в принципе, успех в том, что все очень здорово сочетается. То есть, все подобрано, все составляющие здорово друг с другом сочетаются и друг друга дополняют, и общая атмосфера здорово сделана. Они, не кажется... Не распадаются на части. Знаете, что... Вот теперь музыка должна появиться. Вот, ребят, скажите, не кажется ли вам следующее, что, может быть, это просто мы, люди, которые так или иначе застали вот эту романтику 90-х? Господи, почему я его не успел убить? А, сейчас. Я, когда начинаю рассуждать, она с нами не идет. А, может, это нам? Вот, вспоминая вот эти все старенькие игры, оттого кажется, ой, какая она крутая. А вот какой-нибудь человек, рожденный в двухтысячных, он посмотрит на это и скажет, оооо, что же за... Так, а что, ну, у меня батя в нечто подобное играл, если не дедушка. Да. Ну и ради бога, ну, никто не говорит, что это какой-то ААА-проект для всех возрастов. Ты хотел убежать от человека с автоматом. Это на определенную аудиторию рассчитанный проект, этого никто и не скрывает. Боевики 80-х тоже смотрели далеко не все подряд, а только определенные категории граждан. Вот, кстати, мне тоже, опять-то, вспоминаю все эти прекрасные цитаты из фильмов 80-х. Мне вспомнилось это так. Good, bad, I'm the man with the gun. Из Армии тьмы. Вообще, Армии тьмы — это кладезь просто крылатых фраз. Да и вообще, раньше больше было таких именно панчлайнов, запоминающихся в фильмах. Сейчас как-то все у нас мута. Ну да. Сейчас кино такое по большей части одноразовое. Раньше фильмы про супергероев — это были боевики. А теперь фильмы про супергероев — это фильмы про чуваков Власина. Про супергероев. Вот в чем раньше. Настоящие супергерои. Люди, которые в одиночку могут размазжить череп в двадцаточке. Либо пойти драться, вот как сейчас у меня было, с ружьем в руках без патронов, надеясь на то, что ты, бросив это ружье, убьешь человека с таким же ружьем с патронами. Все-таки, действительно, мы же забываем то, что, по сути, супергерои, они уже начались с супермена, с человека, который надевал красные трусы поверх Власина. Да. И причем одевал их с утра, а на это еще и костюмы вверх одевал. То есть, совсем некомфортно ему должно было быть в его рабочем офисе. Но как-то он держался, потому что знал свою мисс, знал, что кто, если не он, в конце концов. Да, все равно держу. А, кстати, гранаты есть в игре? Нет, мне не попадались. Или какие-то коктейли молотого, нет? Ничего такого? Нет, мне не попадалось ничего такого. Ну, вот если нет, то, пожалуй, вот это единственное, чего могло бы не хватать в этой игре, потому что иногда хочется вот в такую комнату, где они пятером забились, закинуть что-нибудь. Да, ну, учитывая, что есть окна, иногда хочется в окно что-нибудь забросить. Устал, последний раз, последний заход, если я передаю. Меж тем, Ник Соколов дождался нашей трансляции, пишет, что он с нами. Спасибо, Соколов. Это прекрасно, спасибо. А мы теперь с тобой, наконец-то. Очень хочется надеяться, что мы не отвалимся теперь уже посреди. Друзья, если вы уже успели поиграть, пишите свои впечатления в комментарии. Мы с вами обязательно обсудим, может, у вас какая-то альтернативная вещь, может, вам не понравилось, вы хотите, чтобы вам вернули деньги. Может, вы солидарны с западными журналистами. Кстати, опять-таки, что самое смешное, журналисты, которые... Еще один, еще один. Справа, справа, справа. Журналисты, которые ругают игру, это журналисты ПК-шных изданий. То есть, это PC Gamer и еще какой-то тоже ПК-шный сайт. Там, типа, Rock Hater Shotgun, только, ну, совсем Хаган. И что они говорят, что игра отвратится? И, ну, вот у них рецензии, они такие, типа, ну, на... Как это? 58 из 100, скажем так. Ну, на 6. На 6, примерно. 6,5. Из серии, ну... Что говорят, то, что, типа... Мы же обсуждали эти все истории с оценками, что это такая ерунда, на самом деле. Нет, просто, ну, что говорят, то, что, типа, первый Hotline Miami, это вот был, как фильм Drive. А второй Hotline Miami, это вот, как следующий фильм того же самого режиссера, который... Ну, не то. Я, честно, не очень понимаю того, чего ожидали люди. Так, я тоже не понимаю, да, как будто, вот, действительно, думали, что что-то изменится кардинально. Ну, наоборот, мне кажется... Ты можешь взять автомат через... Через стену? Да. Вот, вот это уровень... Как это? Леволюшн, просто. Такой засудебный. Не представляю, как баклота. Никто ничего не видел, да? Я еще и через стену выстрелить могу. Не, ну, а трупы, главное, их не смущают, друзей, с которым ты равен. Не, я думаю, что смущают, но вот так, знаешь, ненадолго. Ну, умер, ну и ладно. Бывает. Ну, умер. Бежать, бежать. Бежать, бежать. Давай, красавчик. Я на него зачем-то еще из-за этого. Ооо. Ну, привет. Молодцы. Мороз. Молодцы. Здорово. Молодцы. Не добил. Ай-яй-яй-яй-яй. А он, слава богу, с каким-то говном. Иди сюда, застрял беднягу. У меня один выстрел. Есть. Хорошо. Так, есть пушечка какая-нибудь поблизости? Ну, вот там же валяется калаш и... Сейчас я просто смотрю, кого мне нужно опасаться. Вот, вот там вот окна, он тебя увидит через зону. Я понимаю. Не увидит больше. Как и вон еще свой. Это можно дверью сбить, кстати, было. Вот, давай, давай. Вот, правильно. Так. Еще один остался. Ну, Евгений, как стыдно становится за вас. После такого-то изи прохождения. Только теперь подскажите никуда. В лифт. В лифт. Обратно к началу. Очень логично. Почему бы ты обратно сначала не вернулся? Это тоже стиль дома. Да. Только не... Вот к началу совсем, что ли, туда? Ну, вот, вот, вот здесь вот. Вот. Ну, вот, кстати, все-таки единственный вопрос у меня возникает по поводу мотивации персонажа в том плане, что почему я должен вырезать прям полностью весь этаж. Допустим, вот здесь у меня миссия, как кого-то одного убить или что украсть. А я при этом обязательно должен вырезать всех. Ну, кстати, знаешь... Не даем выборам, чтобы наверняка. Здесь забавная ситуация. Вот, опять-таки, в той самой миссии, где ты играешь за писателя, где никого убивать не рекомендуется. Где ты просто всех калечишь. Тебе нужно добраться до, типа, как говоря, русской мафии Петрова, с которым тебе нужно поговорить просто. А, с Василием, очевидно, Петровым. Да. Чтобы он тебе выдал, короче, информацию необходимую тебе. И вот, он сидит в сауне на самом верху, там какого-то клуба. Все нормально. С шлюхом, естественно. С фоксом. Нет, он там один сидит. Один сидит? А что, это он грустный такой? Вот. И ты можешь обойти одним путем, всех убивать необязательно. То есть ты добираешься до этого чувака, общаешься с ним и уходишь. Его даже убивать не надо? Да, его убивать не надо. Его приспешники, которых ты не убил, они сбегаются, такие цельцы на тебя. Но когда ты уходишь, они просто тебя провожают словами и все. То есть искусственные зрели тоже какой-то некий присутствие, да? Ну да. Такой гибкий. Еще мне очень напоминает эта игра то, что я любил в детстве на уроках рисовать наигравшись в подобные игры. Я тоже очень любил вид сверху всегда почему-то выиграть. Потому что его проще нарисовать. Ну, наверное, да. Как раз вот я клеточки вот эти на полу увидел и вспомнил, что я рисовал точно такие же диванчики, вот такие же кактусы странные. Вот. И вообще, ну то есть я мечтал, можно сказать, в детстве, для подобных игре. Вот даже один к нему можно привезти. Поэтому это один как раз из факторов, почему эта игра мне сильно нравится, скажем так. Почему она привязывает к себе и не отпускает. И плюс, конечно, эффект Dark Souls. Вот, кстати, да, вот это вот игры, которые нужно заучивать. Это, кстати, тоже не столько Dark Souls, это практически жанр. Это да, но это вообще, это old school как раз. Такая смесь головоломки и файтинга шутера там, неважно, слэша. Потому что, в общем-то, вся та же суть там многих старых выслитительных игр. Тот же Megaman, одна из самых сложных выслитительных игр. Она, как раз, тоже построена на том, что ей нужно заучивать всю. Так же и здесь. Это тебе не Call of Duty отдышался за искалкой. Да, 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 да. Или Ванчарта за ящичек спрятался. За хули непробиваемый ящичек, главное. Да и вообще, на самом деле, в любой, скажем так, бродилке, стрелялке, как мы и в детстве говорили, всегда есть какие-то, ну, паузы, что ли. А тут, только если ты сам себе, вот, спрятался в цветок, и вот можешь передохнуть, пока никто тебя не видел. Но, в принципе, как бы, тут вообще отключаться от игрового процесса нельзя ни в коем случае. Потому что, ну, пока ты не очистишь, как минимум, половину уровня, потому что вот туда заходишь... Не, на самом деле, здесь, вот, здесь игра, в которой ты очень сильно ощущаешь боль, поражение. Знаешь, вот как в старых играх, не, по одной простой причине, я объясню. В современных играх у тебя, там, после каждого врага чекпоинт, а здесь ты зачищаешь этаж, проходишь дальше. И вот, когда ты зачищаешь весь этаж, и тебя убивает последний оставшийся в живот чувак, сколько разумились. Да, да, да. Он настиг, делает резкий разворот. Вот тогда становится очень грустно. И ты начинаешь играть очень осторожно. А вот как раз... Чем меньше людей, потому что остается этажить, тем осторожнее ты играешь. Конечно. Но надо не увлекаться, потому что осторожность тут тоже иногда бывает излишне. Сейчас Миша убил одного из... Моя бога, это русский. Ну, вот здесь, да. Здесь все это, типа, это русская мафия в Майами. Вот, а одного русского... У меня кончились патроны не вовремя. Я это заметил. И он там, знаете, как была такая флеш-игра, где охотник ходит в полицию, знаете? Это, как его... Watch Out Behind Hunter, что ли? Да, 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 да. Это, где-то, 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 где-то отстрелился от геев, которые из кустов запрыгивают. И они вот таким образом падали. Так вот, в кусте... Да, там тоже было такое. Я помню, как там я экономил патроны. И там я прям... Это, пожалуй, такая самая прям напряженная ситуация, в которой хочется экономить патроны. Прямо, вот прям, обязательно их надо экономить. Просто ты напомнил этот куст, человек лежащий. Да, 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 да. Круто было бы по этой затее с охотником сделать, прям, в целом не было. Ну, прям бы. Ну, кстати, пока... Я... Охота на гейм. Посматриваю немножко в это... В комментарии. Нет, слушай, это... Это не толерантно. Ты, как человек, живший в Канаде, ты должен знать, что это не толерантно. Но смешно. Согласен. Поэтому посмеемся и забудем. Это значит, что шутки про расизм, они тоже смешные, но не толерантные нифига. А-а-а-а. Что-то стыдно за тебя становится. Да. Между тем, у нас в комментариях все еще пишут... Порой этаж всегда сложней. Ай-яй-яй. Что самое удивительное, у нас пользователь с ником Рыжая. То есть, парни, нас смотрит девушка. Да, это уже для нас большое достижение. Или парень с... Да. Для тебя, Павел, на меня часто смотрят девушки. Не, ну, на меня каждый день. Я хожу, да, может, мне же нас смотрят. И мне хорошо. Вот. И, собственно, Рыжий пишет то, что не только поколение двухтысячных стрет игру. Мой знакомый сказал, я не буду играть на PS4 в пиксельный выблев. Ну, как бы, тут каждый человек сам себе решает, во что он играет. Зачем только злиться на не существующих врагов, я не понимаю. Ну, не хочешь играть, не играй. Зачем? Откуда столько вот этой желчи будет, я не понимаю. Ну, не нравится играть. Да, ну, забудь про нее. Даже не говори. Не вспоминай. Причем нужно обязательно, вот если мне что-то не нравится, я обязательно обосру. Вот это какое-то говноедское отношение. Люди, между прочим, в дух вкладывают. Не нравится тебе? Ну, никто же не заставляет тебя. Никто не приходит, как свидетель Егора, к тебе домой и не всучивает тебе этот диск. Так что будь добр. Вот закончишь школу? Я так разозлился и замучился, что выкинул шотган даже и забыл об этом. Ладно, сейчас еще пару неудачных попыток, и Гастадин перейдет к Павлу. Ну, вы знаете, в принципе, учитывая, что я прошел дальше, чем вы, я бы, в принципе, и вам оставил, но могу попробовать тоже. Ну, я думаю, я еще и дома с удовольствием поиграю, поэтому мне пока нет, не принципиально. О, давайте. Вот это самое прикольное, это привлекательно, и стоять просто ждать в двери. И тут они, конечно, немного туповат себя ведут. Русские! Русские! Что такоеи? Ура! И побежал вообще, не задумываясь ни о чем. У тебя три патрона. Спасибо, спасибо. Это хорошее замечание. Я возьму. Я во всех играх читаю. Реально во всех игр. Ну, в большинстве соглашусь, да. Но не везде его делают настолько крутым, чтобы его предпочитать. Например, вот в GTA мне калашник совершенно не в одной из частей. Опять же, он даже называется не калашников. Но он нигде не называется калашников, по идее. Почему он везде называется? Где есть лицензия, там можно. Где нету, там нельзя соответствовать. Калашников, это же просто легендарная пушка сама по себе. Ай, прибежал. Не зря во всем мире всякие вооруженные силы пользуются разработкой советского учебника. В конце концов, да. Самый популярный автомат. Мне довелось побывать на малой родине создателя. Под Новосибирском. Так, и как там? Очень тихо, маленькая деревушечка. Очень приятная. И вот, собственно, там находится небольшой музей. Как он так дотянулся до меня? Музей. Он выстрелил, по-моему, чем-то. Нет, он сбитый был. А может быть, отрикошетил, отбитый. Или кинул битв в последнем моменте. Или тело летело. Разможем. Может быть, тут настолько такую люди реализуют. Иди сюда. Потерял меня? Видел, кстати, тут на днях Коупс с каким-то сумасшедшим фрагом в Halo онлайне. Когда там кто-то из снайперской винтовки стреляет, убивает, причем без скопа, убивает близ стоим вывешившего врага. Пуля проходит дальше, делает несколько рикошетов чуть ли не 10 от столбов, стен и прочего. И еще одного чувака убивает. Спасибо. Ну что, мне кажется, сейчас вы увидите. Вот еще тут некоторые уровни, они вот отличаются такими открытыми пространствами, где не заныкаться. И вот это тоже такой подставный момент. Кстати, не, Игорь, мне еще вот что нравится в Hotline Miami, это то, что здесь есть вариативность некая. Ну то есть, ты перезапускаешь, допустим, ты не можешь пройти уровень, бросаешь его, потом заходишь заново, и чуваки ходят уже с другим оружием. Да. На том же самом уровне. Ну, и причем тут, мне кажется, есть какой-то, тут же нет выбора уровня и сложности игры, правильно? Насколько я понимаю? Нет. Вот, и мне кажется, тут АИ как-то адаптируется под то, насколько ты хорошо или плохо, наоборот, играешь. И я даже замечал, по крайней мере, в первом, что вот ты раз в 5-6, допустим, не прошел дальше первых двух, и вместо того, что первые два были там с автоматами, они становятся сбитыми, например. Или где-то, или там, если есть спаун оружия рядом с респом твоим, то, допустим, первые пять попыток там лежит пистолет, какой-то телефонка, а после пяти неудачных попыток на его место кладут тебе шотган или коллаж. То есть, игра тебе помогает пройти... Да, или там вот этот вот самый первый, самый первый враг на этаже, он будет уже ходить там с шотганом или с автоматом. Или хотя бы там... Или вообще отвернется от тебя, например, чтобы ты мог забрать его оружие с рома. Что там делают русские в тот момент, когда патрулируют? Будет выпивать или танцевать свое... Или медведь ему позвонит, скажет, купи мед и закончись. Ох, еще эти русские. Ох, еще эти русские. Ай. Единственное, пожалуй, такое, то, что немножко иногда раздражает, это когда тебе действительно прилетает из-за экран. Да, и ты такой, что это было? И, наверное, вот под формат такой игры с видом сверху и с радиусом в 36 градусов врагов, наверное, как-то было бы удобнее играть на 4 на 3, а вот не на широком формате. Потому что больше был бы у тебя обзор вокруг. Ну да, ну то есть ты видел бы квадраты, и это было бы лучше. Да, это было бы удобнее. Поэтому вот вам, друзья, пример, когда новые технологии, ну, усложнеется делать процесс игровой. Хотя, учитывая, что это ретро-игра, и она симулирует видеокассету вообще, может быть, было бы забавно, допустим, действительно оставить, или сделать какой-нибудь телевизор, допустим, да, старый. Или сделайте режим 4. Ну, или, типа, да, такой, типа, включить off-school режим, где появились бы, ну, не просто два черных поля, а, допустим, вот действительно, стилизация, поставить телевизор ламповый какой-нибудь. Не очень, да. И это тоже было бы прикольно. Так, давайте, ну, автомат, его же случилось издалека. А ты погляди, где они вообще, что они делают-то? Они там просто по кругу тусуются. Просто тусуются. То есть, ничего не подозревают. Так, вроде пока только один сомнился. Ну да, и избитый. Так, вот здесь вот двое. Посмотрим пока, какие у нас комментарии. Короче, три человека ходят. Ну вы, старые. Прям на рэйме себя на каком-то ощущаешь, да. Оп, оп. Иди сюда. Сюда иди. Он не придет. Придет. К сожалению, придет. Так, трэш, угары, седании, совершенно верно. Возможно, кто-то нашел какие-нибудь easter eggs или какие-нибудь секреты, какие-нибудь веселые такие штуки. Если да, то тоже сообщайте нам об этом в комментариях. Вопрос. Интересно. Вот, если бы вы были серийным мальяком. Я совсем забыл, что здесь же окна. Да, и это надо использовать как преимущество. Empty. Я начну еще раз. Да. Если бы вы были психопатами, помешанными на массовом виде, какую маску выбрали бы вы себе за основу? Миша, давай. Я... Кстати, хорошо. Ну, да. Именно из игры? Из игры? Либо можно пофантазировать, но это должно быть животное. Ага, животное. Чтобы хотя бы остаться нам, ну, как-то в теме. В рамках. Да, в рамках формата. Животное, животное, животное. Ну, не знаю, в принципе, тут такая фантазия. Тотелное животное. Я думаю, что я выбрал бы какое-нибудь животное, идущее вразрез, в принципе, с насилием, с агрессией. Ну, не то, чтобы... Да, молодец, Павел. На выход пошел. Не то, чтобы какую-нибудь мышь, там, ну, что-нибудь котенка банально, лемурчика какого-нибудь, енотика, это не знаю. Хотя нет, енотик. Такой-то король Джулиан. Ну, типа того, да. Пингвина, в конце концов. Енот сволочище те. Да? Ну, ты сладко с этой проблемой? Я не на их же виноват. Не, на самом деле, мне кажется, знаете, должно быть что-то такое. Ну, если, вот, если абстрагироваться от животных, то это должно быть что-то вот такое максимально жуткое. Мне очень нравятся вот маски клоунов из Payday. Ну, они такие, да. Пиковские. Вот. А если брать животных, то, не знаю, мне очень нравится маска Тони. Вот тигр вот этот вот с одним глазом. Да, тигр на базу. Из Hotline Miami. Интересно. О, Алексей Макарин. Макарин. Да. И здесь он. Опа. Тату-салоне. В тату-салоне работает. Да. Антон Лаквинд пришел набить татуировку себе. Ну. Неплохо. Да, давай промотаем. Я пробую еще, да? Диалоги тут. Ну, мне с одной стороны нравится вот эта идея, когда мы приезжаем в какую-то локацию просто с кем-то поболтать, забрать пиццу и вообще больше там ничего не делать. И она все равно красивая, нарисованная, проработанная. Т.е. Видно, что... Не халкули. Женщина. Это я. Это женщина. Больше похоже на молодого Макконхи. А, а может, кстати, здесь... А, ну да. А мы еще не скажем. Нет, сейчас... Точнее, нет, не Макконхи, а... Второй. Сейчас, подожди. Я сейчас заглючит... А, нет, уже все. Я там заглючила в один момент, будет хорошо. Нет. Со сломанным носом. Похож на Макконхи актер. Который выкуняет еще. Вот так я тоже сговорил. Блин, не помню. Я тоже не помню. Ты помнишь, как его зовут? Который похож на Макконхи и говорит как? Макконхи, и говорит как? Макконхи, и говорит как? Слушай, я не знаю. Ну, со сломанным носом. Если кто-то понял меня, напишите, пожалуйста. Да, напишите, потому что мы не понимаем. Я вот не могу вспомнить. Да, вообще... В Колеву. Но это не он. Вообще, пишите нам больше, если вы нас еще видите. Да, друзья, нам нужна ваша поддержка, потому что мы не можем понять, у нас в любой момент может, допустим, прерваться трансляция. Нет, ну, сайт показывает. У нас, по крайней мере, мы видим себя. А вдруг это только мы у нас видим себя? А за пределами студии не распространяется. Ого, вот это тут какая-то засада. Да, напуганный полицейский. Дверь с ума сошла. Нас пришли арестовывать. Хрю-хрю-хрю-хрю. Ну, а что, что ты скажешь? Ну, это... Файнал код. Слушайте, если бы он был действительно крут, он бы дрался. Он знает, что законно его с ним. У него хороший адвокат. Это вот маска свиньё. А, мне кажется, это рядом у него курицы в столе сидит. У него просто знаешь, такой типа, чувак. Чувак, зачем тебе маска свиньё? Да, да, да. Ну, усы какие-то слишком реденькие для настоящего true детектива. Мне кажется, это какой-то такой лох. Ну, а может это... Ну, а может это... Ну, а может это, знаешь, такой... Такой детектив, как вот... Как вчера в Hotline, вот Петя говорил. Вип в Battlefield Hotline. Похоже на Мексиканца. Мексиканца, у которого берут интервью. Да, да. Мне нравится то, что здесь вот... В одной камере сидит заключённый, но выпустить его нельзя. Да, я тоже... Я думал, что он заберут, но... Да ты главное сам выберись. Ты думаешь, ну так просто из тюрьмы сбежать? На самом деле, скажу тебе сразу. В этом уровне... Ну, как я проходил этот уровень... Этот уровень лучше всего проходить по стелсу. Реально, оружие по минимуму использовать. И лучше всего всех палкой бить. Хорошо. Да, это правда. Давайте тогда так и попробуем. Просто зачищай комнаты, начиная с тех, в которых мало народу. Лучше где по одному. Вот, например, вот там человек с шотганом. Шотганом, кстати, можно приманить большую часть гуляющих. Надо срочно из нее навесить. И, кстати, не знаю, здесь возможно... Вот тут я, кстати, не пробовал. Здесь у тебя задание найти девушку, которая, собственно, тебя сдала полиции. И отомсти. Ну, типа, забрать ее. Я вот не знаю, насколько... Домой, наверное. Для пыток. И я не знаю, насколько необходимо здесь всех полицейских убивать. Потому что, возможно, необходимо только к ней пройти. Это зависит от того, есть ли стрелочка на шарце, которая показывается или нет. Если нет, значит, надо всех зачистить. Правильно? Ну, отлично. Если она сразу есть, значит, необязательно. Главное найти девушку. Хотя нет, ты знаешь, я пока всех не добил, у меня не появилось этого Get Her. Так что, надо, надо вынести всех. Шотган приют. Кстати, пока ты не ушел далеко, можешь взять шотгана и попробовать приманить кого-нибудь из шотгана. Ну, ты это делай только поблизости от них. Через стену они тебя могут и не услышать. Во, в коридор вышли. Вот, вот, вот идет. Его сейчас... Жди, жди. Следующий. Вниз. Он с пистолетом. Решаем. Они оба, один с пистолетом. Шотганом, один с пистолетом. Что за... Ничего, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас запоет. Вот. Вот. Оуэн Уилсон тебе говорят. Спасибо, друзья. Меня отпустил наконец-то. Да. Спасибо. При этом все, все, все работает, очень приятно. Очень хорошо. Кстати, нас смотрят через потихи в Колумбу. Как мы из Колумба? Да. Раст in peace, бро. Прости за то, что мы убиваем такого полицейского. Прости, что, да, столько тебе придется расследовать после этого. Дерьма вот такого разгребать. Я думаю, что как раз в восьмидесятых вполне к нему могли обратиться. Да, да. Мне нужны, как этот, нужны, как этот. Как, эээ... Как объектив мертвый из этого. Смертель вооружу. Я слишком доставленный, думаю. Ээээ... Еще мне, вот, кстати, не очень импонирует то, что наши главные герои с жирами. Слушай, ну они здесь все разные. А бегают, бегают при этом так, как вот эти накаченные охранники. То есть, в такой же скорости. Они разные, да. Есть подкаченные. Ну, есть, да, есть. Ты же постоянно за разных играешь. Да. Поэтому есть худые. Мне нравится напоминать фильмы Тарантино такие. В которых абсолютно, казалось бы, не связанные какие-то убийства потом приобретаются в одну историю. Да. Ну, это, кстати, тоже хорошо. Это тоже, мне кажется, прекрасную стилистику игры вписывается. А, да, абсолютно замечательно. Прям вот, вот прям, если любишь боевики, или даже не то, что прям боевики, в принципе, любые такие олдскульные блокбастеры, недорогие, трэш, ну, как мы говорили, то, мне кажется, частичку какую-то радость можно найти. Смотри, одним ударом двоих вырубил. Вот там вот ходит чувак с дробовиком. Вот можешь к нему пойти и убить его. Выбежит оставшийся из нижней комнаты. А тут еще гуляют. Вот. А, я вспомнил еще, что мне это напоминает. В Дюке Нюкем же был, по-моему, режим видов сверху. В Дюке Нюкем можно было включить эту карту, да? И ты начинал бегать вот так. Да, и карта тебе показывала вид вот именно такой. Да, вот еще, с чем у меня ассоциация. Вот, кстати, да, чем еще хорош вот этот вот, как это называется, Night Skid, по-моему. Дубинка полицейская, да. То, что ей очень быстро размахиваешь, и можно реально двоих вырубать. Холодное оружие тоже отличается, да? Ну, смотри, если писать на анимацию, он ее при ударе перебрасывает с одной руки в другую. И у нее это быстро получается. Ну да, как мульчайки. То есть, когда двое идут, вот, видишь, раз, оп, оп. И никакого лага нет между ударами. Да, я думаю, что тебе стоит прям не выпускать его игру. Да, я думаю, вообще не пытаться даже хватать дробовик. Да, потому что они сбегаются и... При этом, кстати, вот у шотгана заметный лаг на перезарядку. То есть, ты не можешь два раза выстрелить сразу. Но зато ты можешь выстрелить в толпу и положить ее в стаканику. Это да. В общем, в этой игре достаточно в уровне реализма, чтобы заскучать и не переборщить. А вот, кстати, хороший вопрос. Испытываете ли вы боль при получении оценки в конце уровня? Я даже не смотрю на цех. Я на самом деле, вот, у меня такая же ситуация. Я испытываю облегчение просто, когда я вижу циферки в конце уровня. И уже такой, прошел, хорошо. Миссион-комплект, ну, все отлично. Да, то есть, как бы, получать вот этот вот A-grade, это уже более поздний вариант. Сначала нужно пройти игру. Для меня это, в принципе, какое-то извращенное развлечение, честно говоря. Я вот людей, которые убивают. Ну, можешь убить, да, пока никто не подошел. Паша, все время у меня так раз. Нет, ты слушай, ты можешь вот так вот смотреть, Женя. Ты можешь вот так вот смотреть, войдя пальцем. А, вот это, кстати, я не знаю. Потому что, да. Новинки Nextgen'а в полном вообще ходу используют. 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 Поэтому, да, можно смотреть, кто и где гуляет поблизости. Это очень полезно. Действительно. Еще мне нравится то, что, кстати, еще мне нравится то, что вот эти персонажи пожирнее, они выдерживают попадание из пистолета. Да, это тоже здорово. Мне кажется, тебе надо идти за ними. Они делают круг, потому что тебе нужно идти за ними и со спины их мочкануть. Вот. Хоть они не успели обернуться. О, еще одна. А, там две пары. Две пары. Значит, нужно постараться прямо сразу за ними бежать. Мне кажется так. Нет, они... Это стоит в стену, как бы, целиться. А вот, кстати, вообще, у меня такой вопрос. Вот, подожди. А попробуй теперь вот так отбежать за ними. Ну да. Паша, что за вопрос? Ну вот, насчет оценки в конце уровня. Вообще, вот, кто-нибудь из вас в какую-нибудь игру заморачивался играть вот настолько, чтобы, ну, там, можно получить оценку, чтобы высшую получить? В одну. В FIFA 15. Там есть перед матчем вот эти мини-игры. Вот я их иногда затрачивал, чтобы среди друзей первым быть. Вот это единственное, скорее, по-моему, вообще, когда я в жизни... А, ну и... Иди еще, 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 еще. Крестик. Нет, крестик. А, ну и... Во Флэтауте был замечательный режим, если не помните, где надо... Чувака выстрелить. Вот там я тоже. Да, 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 да. Вот эти не идут. Ты можешь его убить и убежать быстро. Это привлечет, наверное, тех? Ну вот я вообще... Даже не привлекла. Разберись сначала с этим. А в нижней сколько там? Один с двой, а двое? Оба со стволом. Нет, нет, один с луинкой, а другой, с шот гелом. Вот это надо... Тебе надо дверью надо будет? Вот, да, да, да. О, хорош! Хорооош! Красава! Вот в том ты и делала... Да, смотри, что-то расторожились, походу, парни. Кстати, опять-таки, чем мне больше понравилось в Hotline Miami 2, то что она заставляет уже больше логику включать. Ну может, теперь уже шотган тогда, а их четыре осталось не так много. Потому что в первой части можно было вот так вот, на проломке проходить. Ну, опять не все уровни, но многие, да. Ну, большую часть игры. А тут уже, вроде, первый акт, еще самое начало игры. Хороший. Да, здесь прям с первого акта у тебя начинает игра. Такой, ну ты должен был быть готов к этому. Ну как, ну, хот-лайн. Такой, да, такой, ты любишь причинять боль, любишь причинять боль, люби получать боль. Ну да, и мне кажется, что как раз это дань моди, скажем так. Выходит Блокборн, выходит переиздание Dark Souls 2. Мы видим, что востребован такое данное. Вот, кстати, я спрашивал вообще у Петя, он не понимает, по плане Маяем, при этом он очень любит Dark Souls. Это, кстати, непонятно. Игорь, давай. Держи. Есть. Уже в эйфории, не понимаешь, куда тебе идти. Уже не понимаешь ничего. Уже не понимаешь ничего. О, а тут спецназовцы сходят. Ага. Спецназовца надо обязательно добить. То есть выстрел или удар, он падает. Его надо обязательно добить. Его, ну, застрелить у меня не получалось, даже есть шотган. Ясно. Ну мы пока с ней будем связываться. А, это прям, а, я забыл, где он. А, вон он, да, бегает. Да, да, да. Ну, он в дверь, он в дверь. Прячется за угла. За угла. Он какой-то собак. А, да, а там окно. А, окно, окношечка. Вот, нормально, нормально. Там бежит, правда, еще один. Два. Еще один бежит. Спецназовец сюда не прибежит, главное все. Он не будет? Пуповат, да, парень? Да, да, он, 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 он крупно резает. Что я взял? Пистолет. Где сто лет, очень хорошо. Так, куда движемся дальше? Через низ, вот сюда? Через низ. А! Нам куда? Нам вот сюда вот делать, где кусок. Тебе, нет, нет, смотри, вот, не, нет, подожди, вот, видишь, вот, стой, сдвить в самый конец экрана. Тебе нужно, вот, везде девушка сидит, там, вот, серая комната. Вот, по-хорошему, тебе туда, ну, да, сюда. Тебе нужно убрать всех вокруг. Опять? Да. Обязательно? Да. Ага. Ну, просто тогда у тебя внизу, и когда он всех убьешь, появится, это GetHero, и... Я понял. Так. Так, сейчас он тебе придет, да, готовься к этому. А что произошло? Я нажал на стик случайно, но, в общем, он все так вернулся. Видимо, да. Ладно, ладно, немножечко. Опять, вот, я не нажимаю курок, но он почему-то на них за... Я тебе объясню, да, как это новый. По-хоже, да, сейчас разберешься с ним. Я тебе немножко объясню. Короче, смотри, здесь меняется режим прицеливания, когда ты нажимаешь на правый стик. Ага. До щелчка. Все, понял. Вот. Поэтому нужно аккуратно вводить, чтобы... Да, вот это минус... Да, да. Минус геймпада PlayStation 4. Потому что... Очень... Мне поэтому... Очень податливый стик. Мне поэтому нравится играть на Vita, потому что там это не нажимается. А мне нравится играть на Pk, потому что там у меня тоже это не нажимается. Ну и не потому, что я играю с геймпадом, но с нормальным геймпадом, и там тугие довольно. А, ну вот, ты на геймпаде играешь, просто я говорю, я вот Женя объяснял то, что играть, например, на клавомыши мне не очень удобно, потому что вот вернется нужно круговыми движениями. Да, тут очень нужна быстрая реакция. Да, и вот круговые движения мышкой не очень удобно совершать. Здесь стик удобнее. Я думаю, я двоих-то не могу одним выстрелом положить. У них там трое стоят, я попадаю вот в одного, где... Ладно, нормально. Давай попробуем так. Опять ровного. Ровного, понятно. Сейчас, нет, опять одного. Значит, шотган-то не так нахорош, как его, молю. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. А что происходит? Кончились патроны? Вот у меня сейчас вибрирует джойстик, а я не умираю. Меня ставят стреляют. Ну что, ребята? Я подумал, что меня уже убили. Что-то случилось? Да. Не надо быть по решению. Вроде вас же два, я должен вас убить спокойно. Полицейство, ты тебя второй раз убьаришь. Снорда. Та-ак. Тот убежит ещё. Отколясь. Ещё один бежит. Ещё один бежит. Ещё один бежит. Ещё один бежит. Ещё. Ээээээ. Этот тоже почув... Похоже. Вот смотри... Вот смотри... Я тебе скажу, в какой логике я проходил. Весь у меня дошло 2-4 объединенные патроны. Нет, смотри, как я проходил этот уровень. Пропускаешь ромоновит, сейчас он заходит. После этого убиваешь того, кто в проходе оказывается. Это приманивает как минимум двух чуваков к тебе ещё. Вот ещё один. Сейчас вот этого последнего нужно будет зачистить. Он там должен остаться. Аня, там его, смотри. Вот сейчас можешь подойти, убить одного по диагонали из-за угла и убежать сразу обратно. Это привлечёт второго. Крепится на того. И когда ты зачистишь комнату, с омоновцем к нему лучше походить со спины, спрятавшись в этой комнате, где сейчас чувак ходит. Когда он стоит вот здесь с угла, ты в него стреляешь, он падает, и ты подбегаешь и добиваешь в этот момент. Ну, так проходил я. Так, меня опять на перескочение толкнуло. Ты... Всё. Сейчас пропустим. А может все последний раз, если он не бежит? Да. У него вообще не замысловат. Ну да. Он такой, на мастерстве. Что-то выждёт. А вот, кстати, хороший вопрос. Как вы думаете, на третий раз проканает? Что именно? Третья часть, да? Третья часть, да. Я бы играл в третью. На самом деле... Если, опять-таки, будет увлекательный геймплей, и если, может быть, что-то придумывают в трестнике, не обязательно прямо что-то всё такое, я расскажу. Не, на самом деле... Я что хочу сказать. Вообще, вроде как, создатель говорил, что во второй части закрывается вообще весь сюжет игры. То есть, она... Ну, то есть, продолжения Hotline Miami именно не будет. Такой... Фаталик Саб-Зиро будет сейчас... Выдрать голову с этим. Подбирать не надо. Так, ну... Теперь что? Пока нет, но из него выпадают ключи. Этих тоже нужно убить. Тоже? Нет, этих всех нужно убить. Причём... Да, причём... Убей вот этих вот. Да, вот так вот. А вот видишь, там толстый мужик будет? Ветеран. На кухне. Толстый мужик. В него нужно выстрелить три, по-моему, раза. И его обязательно нужно убивать из огнестрельного оружия, потому что он любит трошок. То есть, ударом его нельзя. Он тебе трошок. Слушай, ну уже такая довольно подкорненькая карта. Чё, сейчас я не говорю. Ну... Ладно, конечно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, ладно, сколько вы меньше подаёте по пути? А? Ну, три как минимум. И вот, кстати, Коломба у нас спрашивает, как мы оцениваем вообще саундтрек в Hotline Miami 2 и как относимся к жанру ретро-вэй? Великолепно относимся. Не могу сказать, что я слушаю. Я не знаю. Мне, например, вообще... Играть под это очень приятно. Мне, например, вообще нравится синтикоп на основе, который он всё это сделал. Вот такой вот из них десяток. Он классный. Мне тоже нравится. И я считаю, что здесь стилистика очень хорошо передана. Да, для атмосферы идеально всё. Я же говорю, тут всё прям очень здорово. Видно, что Боб очень хорошие дизайнеры и постарались. Всё сделано красиво, чётко, приятно. Фансервис. Что-то, да, последний повтрон. Опа, привет. Может быть, все уже сбегутся или не буду за вами ходить? Не, ну так было бы слишком просто. А скучно. Ты через стену смотри, кровь даже оказалась. Что за стены такие в полиции? Слушай, на полицейский участок гипсокартон. Гипсокартон. На добром слове всё. По загребе. И по загребе. Правильно? По загребе. Так, один патрон. Мне нужно что-то ещё наехать. Вот, вот, вот. У трупа валяется пистолет. Да я взял. Так. Ну, конечно. Значит, ещё раз. Сейчас нужно убежать вот сюда быстро. Да. Затем вот он сейчас подойдёт. О, ещё, кстати, нельзя. А-а-а. Вот это плохо. Да, я забыл совсем про него. Ладно, пару раз. При этом, кстати, тоже не очень приятно то, что нельзя отменить. То есть, когда вот этот вот экзекьюшн начал, его нельзя сбросить, чтобы убежать и спрятаться. Мои, кстати, наверное, не знаю, согласитесь со мной или нет, но вот именно пытательная составляющая для меня всё равно, я всегда её в играх буду сравнивать по одному в бенчмарке. Для меня это конечно же каратель. Потому что помните, как в карателе? Пайн киллер? Нет, я думаю, это Панишер. Панишер. Марвел. Ты не играл в карателя? Нет. Слушай, я играл в Панишера только на Денди. Вау. На восьмибитного. А, молодец. А есть восьмибитного? Нет, нет, нет. Я помню Панишер, который вот к фильму выходил. То есть, там была очень плохая игра, но там была забавная тема, где можно было, например, чувака запихнуть в бассейн. Пакмариум с пиранией и ему лицо съедали. Я говорю, это самое крутое, что было в этой игре. То есть, больше ничего там не было. Но мучит всяческими способами. Это же так дурно прямо. Круто. То есть, тебе нравится издеваться над людьми, да? Да, конечно. Причинять им боль. Естественно. Поэтому мне хоть Вайн Майами очень нравится, но не только как. Но, мне кажется, в расчетах различные вариации добивания артистические. Но зато вот обрати внимание, насколько ты стал осторожней сейчас играть в игре. Да. Так вообще, потому что у меня тут уже 7 поднос пошло, мне кажется. Насколько вообще осторожней ты стал в целом? По жизни. Да. Согласен. Да. Она учит. Учит. Как на районе лучше себя есть. Ну, на самом деле, действительно, здесь ситуация какая. У меня тоже, у меня друзья спрашивали, ну, типа, как ты можешь вот играть в Вайн Майами. Она же такая. В ней ничего нет. Я говорю, вы знаете, это та игра, на которую тебе хочется орать матом в определенный момент, но при этом тебе не хочется ее бросить. Да. Тебе хочется ее победить. Вот в Dark Souls иногда прям хочется бросить и все. Да. Надоело. А здесь он такой, ну, я полуровня уже знаю наизусть. Да. Я пройду его. Больше, чем больше челленджа, тем больше желание его перебороть. То есть это же в первую очередь ты самим собой борешься. Вот я, например, опять забросу меня подробно. У тебя вообще не было оружия, кстати. Да. Я еще так задумался. Может быть, сказать мне об этом стоило? А потом думаю, не стоит. Наверное, не стоит. Ай, блин. Ты просто вышел к ним. Эй! Ай, я не знаю. Вот это вот. И на силу лишь каждую очередь. Да. Зато смотрек. Эффективно. А вы, кстати, очень зря не применяете по назначению двери. Не, двери да. Но я просто когда стоял там и отстрелил все, кто на меня набегал, я же еще пользовался тем, что снизу они летели. Я на тот момент больше еще снизу перетянулся. Значит, тебе сейчас придется еще право вращаться. А так, да. Кого? Кто смотрит? Вот отсюда вот прибегали на звуки выстрелов ко мне. Тебе видишь, не прибежали здесь. Ну, не прибежали. Так, ну что, пробегай, да. Прошел пацан. Вот что. Ой-ой-ой. Как он не попал, а он попал. Ну что, друзья, я думаю, вы уже ощутили, насколько хардкорный геймплей. Да. Я уже не могу с дверью всех убить. Чувакат шотган убивать. А его прикрывают эти. Ну, вот, знаете, я свое скажу ощущение. Знаете, от игры у меня гипнотическая игра. Видите, вот такое, и оно мне нравится. Я редко выигрываюсь, потому что я прям теряю вообще все. Длинное пространство. Это как раз одна из таких игр, хоть она и даже мультиплеер это не имеет под собой, но тут мультиплеер такой, как-то модно сейчас говорить, асинхронный. Один играет, а остальные подсказывают. Да. Или наоборот мешают. Ну, в общем, орут. А если вы еще и делаете это в компании, при этом запивая какие-нибудь горячительные напитки, то это вообще для веселья еще больше хора, еще больше угара, еще больше крови. Это игра вот, действительно, которая как увлекательно, как подпивок в кино посмотреть. Один играет, и ты при этом получаешь не меньше удовольствия от просмотра. Это из той же серии, как вот эта вот новая, какой-то там, Epsilon Circle. Короче, тут главную роль играют даже зрители, а не сам игрок. И, скажем так, игрок просто исполняет волю толпы. И здесь, в принципе, также то же самое. Я думаю, вам, знаете, почему этот уровень сейчас сложнее идет, чем предыдущий? Потому что вы не убиваете русских на этом уровне. Вы представляете, что это русские? Это же второй этаж или нет? Это же полицейский участок. А, точно. И у меня же все смешалось. Просто представьте, что это наши, и вам будет проще. Ну, у них фуражки другие немного, поэтому трудно. Вот если бы Юдашкин еще одну новую форму выпустил, вот так вот, тогда да. У голубь. Хотя нет, у них же уже есть такие кемчики, но просто они темно-силые. Да? Это тем, что было должно быть веселее. Почему мы не должны быть веселее? Ну, правда. Потому что я часто сталкиваюсь с правоохранительными органами. Я уверен, что часто. И плохо, но не знаю. Это они сталкиваются с тобой, да? Ну или так. Я один раз присутствовал на параде полицейских, канадских, которые представляют весь сообщество. Ну, и они как-то устроили свое собственное шествие. То есть люди, которые... У них были такие груди на ягодице? Ха, нет. Но они были в полицейской форме, но при этом... Ну, я и говорю, в полицейской форме, но с вырезанными ягодицами. О, я каким-то образом незаметно убил двоих из пистолета. Через телу. Слепую. Нет, из коридора. Из коридора. Вот, вот теперь самое сложное у такого мужика. Быстрее, 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 прикончите. Так он мертв. Он мертв. Там было написано мертв. Видимо, из Шоткана достаточно одного высыпал. Или его дверь ухищал. Видишь, он после себя оставил трошок. А чё это? Это шокер. Очень полезная штука-то. Ну, такая. Она только вблизи здесь. Вот и шпишок назад. Давай, Паша. Парень с Шотканом. Ему сегодня. Да, кстати, вот знаете, как очень... А ближайшего выстрелить можно или надо ждать? Не во всех попадаешь. Поэтому проще дождаться, пока он встанет. Ну да. Оп, оп. Ай, ай. Ай. Масно. Вот видите, Get Kiss. Всё, теперь нужно идти к трупу. Вот этого вот человека. Боже, что ли, они за стену. Оп! Вот. А как взять ключи-то? Попробуй с той стороны. Вот. Так, наверное, не зелененький. А выброси другой. А ЛБ. Может быть ЛБ? Да нет. Серьёзно. Вот так вот. Да. На ЛБ не получается? Не-не-не. Вот это дерьмо. Всё, что мы говорили хорошего в этой игре, забудьте. Одним этим элементом. Но надо письмо написать, конечно, чтобы исправили. Нет, ну такое бывает, что поделать. Да. Вот, кстати, у меня такого не было. И как ты сейчас будешь действовать? Как ты сейчас будешь действовать? Никак. Вот. Ревайн. Так? Я думал, ты как-то убьёшь себя. Нет. Как в Фостел 2? Да. Ну, что ж, в общем-то, я вам просто расскажу, что дальше. Давай. В этом уровне. Короче, мы берём ключи. Подожди. А, это что? Нет. Мы берём ключи, приходим вот сюда. Открываем вот эту дверь, которая заперта. Может быть, шатганом? Нет, боимся. Кстати, смотри, у неё... А, нет. Открываем вот эту дверь. Убиваем, короче, этих чуваков. Забираем девушку. Вернее, нет. Пытаемся забрать девушку. Она, оказывается, вооружена. Она такая, типа, я с тобой не пойду. Такой, я тебе, типа, не подружка. Ты жирный. В стороне глазки. Да, 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 да. Она тебе из пистолета убивает. Оказывается, что это в съёмке фильма. Как пролог. Вот. Но при этом ситуация какая? Типа, режиссёр говорит, типа, всё, стоп, снято. Типа, всем спасибо за работу. И девушка такая, ну, актёру говорит, типа, ну, хорошо поработали, пойдём что-нибудь съедим, может быть. А он не отвечает. Типа, там, я не помню, типа, Джон, Джон, такой, и всё. Ну, типа, пистолет был заряжен настоящим вором. И его убили. Да, да, да. То есть, Жердяя не повезло на съёмках. Он ещё актёрка. Да, да, да. Именно так. И причём, да. И он актёр, который умрёт. Ну, это справедливо, я считаю. Вот. Ну, да. Поскольку ключи мы взять не можем, на этом мы и закончим поджалую. Он слишком жирный у нас свин. Ну, извини, парень. Играйте Hotline Miami, пока мы его оставим здесь, без еды, воды. Он подхудеет, пройдёт, возьмёт ключ, и тогда мы продолжим. Да, и закончим урок. А пока мы с вами прощаемся. Да, спасибо, что были с нами. Спасибо, что дождались, несмотря на все технические вот эти неполадки наши. Мы постараемся больше не делать. Да. Ваша, Миша, Женя были специально для вас Hotline Miami. Это очень крутая игра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова